Добрый вечер! Я рада приветствовать многих, действительно, я знала лично. Было очень приятно спустя три года встретиться с вами вживую, обняться. Кого-то я знала только онлайн, и мы сегодня, вернее не сегодня, а в 21-го увиделись. Когда я приехала? В 20-го. Мы увиделись вживую, это было мега круто. Эмоции, конечно, зашкаливают. Третий день драйва, в голове тараканы убегают. Их просто за эту конференцию так тут поварили. Я думаю, что у каждого есть свои таракашки в голове, и я не исключение. И сегодня я хотела бы рассказать небольшую свою историю успеха. Мой путь длинный, как песни есть, но я все-таки иду. Познакомилась я с сетевым маркетингом давно, практически 17 лет назад. Со словами «в моей жизни сетевого маркетинга только и не хватает». Наверное, многие говорили вам так, новички, и мне тоже говорили так, и я так сказала. Целый год я была просто покупателем другой сетевой компании. Она была первой и единственной до «Фаберлик». «Фаберлик» — это вторая компания, и я уверена, что это на всю жизнь. Время шло, я была просто покупателем, за спиной линейный бизнес, агентство недвижимости и кафе. Вот сейчас сижу я в этом зале прекрасном и вспоминаю ту адскую работу. Я, наверное, браку не пожелаю иметь свой бизнес, именно продуктовый. Ресторан, кафе, потому что это самая неблагодарная работа. Но на тот момент мне казалось, это бизнес, я работаю, но денег не было. Отдыхать не ездили, все праздники проводили в здании, кормили людей, веселили до последнего клиента, потому что аренду надо было давать каждый день, каждый месяц. Зарплата, отопление, вывоз мусора и так далее. Летом уходили большой минус, осенью немножко зарабатывали. Так мы продержались два с половиной года, но, возвращаясь к своей истории, когда меня позвали в Арифлейм, через год я все-таки стала как-то смотреть в эту сторону. И благодаря моему прошлому наставнику, когда он назывался спонсор, наверное, я благодаря ей пришла в сетевой маркетинг. Если бы не она, если бы не ее настойчивость, наверное, я бы никогда не стояла здесь, в закрытом звании Серебряного директора. Я благодарна своему мужу, я благодарна своей семье за поддержку, я очень благодарна своим лидерам, моему директору, второму, подсолкиной Ирине. Я благодарна ее лидеру, которая не побоялась, что она маленькая, что у нее нету статуса, 9%. Она поехала за нами в Москву посмотреть на все это великолепие. Я благодарна тебе, Наташа, что ты сделала такой резкий вызов себе и не побоялась осуждения. Зачем ты едешь, дурочка? У тебя же ничего еще нет, ты же не директор. Многие так говорят, наверное, да? Господи, через что я прошла? Да ты ненормальная, да ты все, кто попала, ты без квартиры останешься. Ладно, она дура, а ты дурак, ты че ее слушаешь? Так говорила родная бабушка, приходя каждый день, и тыкала мне пальцем. Вот так вот, ты дура. Но шло время, и вот я стою здесь. Я благодарна, что я не сломалась. Я благодарна, что я шла. Ой, что-то я, наверное, разволновалась. И вообще, тему я хотела пропараллилить квадран денежного потока. Кто читал Роберта Киосаки, поднимите руку. А кто не знаком, кто такой автор? Многие, да? Ну вот, мой вам совет, купите, либо закажите онлайн книгу Роберта Киосаки «Квадрат денежного потока». Очень хорошо вставляет мозги на место. Роберт Киосаки никогда, у него нету сетевой, его личной компании, но он, если вы прочитаете его шедевр, так скажем, «Богатый папа, вредный папа, квадрат денежного потока», вы увидите красный литий, как он поддерживает сетевой маркетинг. И его слова в истории человечества... О, нет, не так напомните, я, пожалуйста, сбилась. Да, спасибо. Итак, 4 квадрата денежного потока. Все деньги делятся на 4 квадранта. В первом это люди по найму. В моей жизни тоже была работа по найму, я знаю, что такое работать с 8 до 5, я знаю, что такое работать по графику. В моей жизни был линейный бизнес, как я уже сказала, агентственный движительский кафе, да, и я действительно с отраганием голоса вспоминаю, потому что моя тогда дочь, ей было всего лишь 9 лет, мы неделями с ней не виделись. Она ложилась спать без мамы, папы, просыпала в школу, уходила, мама с папой спали, потому что мы приходили под утром, ложились, и так проходила неделями. Боже мой, почему... И в итоге... Я благодарна своей дочери тоже. Она закончила меня с красным дипломом, 11 лет в школу. Самостоятельный ребенок. Так вот, друзья, первый, второй квадрат денежного потока, тут нет денег, тут работа на себя, либо на хозяина. В первом случае вы работаете на работодателя, второй, когда вы устаете работать на кого-то, вы берете ответственность за себя, вы работаете на себя, да, но вы также работаете. Можно быть прекрасным визажистом, можно прекрасным быть стоматологом, можно прекрасным быть любая профессия, адвокатом, психологом, неважно. Пока ты работаешь, ты деньги зарабатываешь. Не дай бог, что-то в твоей жизни происходит со здоровьем, ты не сможешь работать. И единственный мостик, через который можно перейти из сектора правого в левый, как Киосаки говорит, это сетевой маркетинг. Я вас поздравляю всем здесь, вы успешные, талантливые, вы смогли перейти из сектора 1 и 2 в сектор 3. Вы все бизнесмены, у вас есть крупный бизнес, потому что даже если у вас маленькая структурка, 3%, 6%, 9%, вы уже понимаете, куда это вырастет, да? Один человек никогда не продаст, не купит для себя. Моя любимая поговорка, столько, сколько 10. 10 никогда не купят, не продадут, ни при каких условиях. Столько, сколько 100. А 100 никогда не купят для себя, для своей семьи, столько, сколько купит тысяч человек. Вот он и есть. Когда вы управляете этим механизмом, можно продавать руками, а можно продавать головой. Как вчера на конференции сказали, продажи – это не только продать баночку, продажи – это также продать бизнес. И мы с вами продаем эшелонами, вагонами, особенно наша структура Анны Кононовой. Я не знаю, сколько там эшелонов поезда продает ежекаталожную продукцию благодаря всем нам. Поаплодируйте себе, дорогие! Это мечта любого предпринимателя продавать эшелонами. И мы с вами этот товароборот делаем. И также мы с вами становимся инвесторами, вырастив инвесторы уже, наверное, я бы посчитала с уровня серебряного как раз директора, да, под собой вырастить двух директоров, и ты уже инвестиции получаешь от бизнеса, однажды сделанную работу хорошо, получаешь всегда. Ну, наверное… А, и вот последнее. Последнее самое, кто меня вдохновляет и вообще, тема у меня была «Из Самары в Крым на ПМЖ». Благодаря сетевому маркетингу я осуществила свою заветную мечту жить в тепле. Я очень мерзлячая. Я всегда мерзну. Мне холодно. Мне сейчас действительно… Я живу в Крыму четвертый год, и я отвыкла от этой погоды, которая сейчас у нас в Москве. У нас бывает так несколько… Ну, как бы зимой. Это вот наша зима, да, и больше все-таки лето, весны, и даже не осенью. Поэтому моя мечта сбылась благодаря сетевому маркетингу. Я могла переехать. Я не думала, что мой переезд будет так затянут. И опять же, благодаря сетевому маркетингу я смогла себе позволить три года, три года практически выпасть из бизнеса, но бизнес не выпал из меня. Я получала каждые три недели на расчетный счет свое вознаграждение. Кто бы меня, на какой работе, какой бы линейный бизнес ждал, когда я приеду в Крым на ПМЖ, устроюсь, куплю, еще что-то, да, бизнес бы развалился в трубу, ничего бы не осталось. На работе по найму уже бы 35 раз меня выгнали в три шеи, и только сетевой маркетинг может позволить и дать вам возможность, когда вы примете такое решение, немножко не работать. Конечно, сейчас я вдохновлена, я вдохновлена вашими историями успеха, вашими открытыми два-три звания за год, и у нас такие таланты сидят в этом здании. Вы действительно вдохновили меня вчера, и не только вы. Меня вдохновляют наши наставники. Где они? Вон он, Солнце мое. Я так вдохновлялась, переволновалась. Я ведь приготовила вам крынский подарок, и он ждет в номере. Хоть сейчас иди за ним, прям мне стыдно стало честное слово. Сейчас схожу. Люблю тебя. Благодарна вам. Ну все, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok,